Всем хай! Сегодня говорим о самых провальных продуктах Xiaomi. За всю историю компании было не так уж и много проблем. Если сравнить с Samsung или Eplon, то Xiaomi вообще лапочки. Ну реально святая компания и все минусы я прям очень долго искал. Так что давайте как обычно. Сперва лайк, потом просмотр. Первое, что приходит на ум, когда говоришь о фокапах Xiaomi, это их собственный процессор. У них было два неудачных эксперимента. Первый Surge S1, это восьмиядерный процессор, построенный на ядрах Cortex с видеоускорителем Mali-T860. На Surge S1 вышел один единственный смартфон, это Xiaomi Mi 5C. Продавался он только на внутреннем рынке Китая. После 10 минут активной нагрузки, производительность падала вдвое, плюс очень сильно рос нагрев. В итоге процессор по всем параметрам был хуже даже самого бюджетного медиатека, при том, что Xiaomi рассчитывали создать конкуренцию для Qualcomm Snapdragon 625. Эксперимент компания посчитала не очень удачным, однако дело дошло до того, что они построили второй процессор, Surge S2. Но он так и не поступил в продажу и был отменен, как и смартфон Xiaomi Mi 6C, который и должен был выйти на этом процессоре. Также неясна была и ценовая политика, поскольку Surge S1 был собственной разработкой Xiaomi, вроде ни у кого они эти процессоры не закупали, значит и цена конечного продукта должна была быть ниже. Но Mi 5C стоил дороже, чем другие смартфоны Xiaomi на процессорах Qualcomm. Второй факап компании Xiaomi Mi Drone. Сейчас в продаже его сложно найти, модель не популярна, продается плохо, хотя задатки стать бестселлером изначально были. Знаменитая Xiaomi сделала дрон с камерой, оптическим стабом, с прикольным дизайном и характеристиками, очень схожими с DJI Phantom 4. При этом Mi Drone стоил на 30% дешевле, чем Phantom. Рынок жаждал новых моделей, дроны были чем-то новым на тот момент, казалось бы, как можно было провалиться. Но все просто, достаточно выпустить продукт с сырой прошивкой и долго не выпускать для него апдейтов. В стоке не было и половины из заявленных функций. В полете камеру постоянно заваливало вбок, а за 4K модуль нужно было доплатить солидную сумму, что делало дрон по стоимости примерно равным с четвертым Phantom. Прибавьте сюда многочисленные и постоянные проблемы с акселерометром и мутные условия гарантии, и поймете, что конкретно сделало его неконкурентоспособным. Потенциал и правда у Mi Drone был, но сказалось видимо то, что у компании не было никакого опыта в создании БПЛА. В итоге Mi Drone 2 мы уже вряд ли когда-либо увидим. Далее у нас линейка Xiaomi Mi Max. На самом деле я не могу сказать, что Mi Max 1 или 2 были откровенно плохими устройствами, они довольно хорошо продавались на внутреннем рынке Китая, и объективно это не самые провальные смартфоны. Но в современных реалиях они уже потеряли свой смысл, так как стандартный сегодня смартфон, обычный, уже очень близок к диагонали в 7 дюймов. А диагональ Mi Max была 6,4 дюйма. А делать смартфон еще больше, пусть даже и безрамочный, очень глупо. В общем время съело эту линейку, сделав ее абсолютно бессмысленной, и буквально на днях появилась новость о том, что компания закрывает эту линейку, в связи с тем, что она просто сегодня не актуальна. Говоря о неудачах Xiaomi, как не вспомнить про Mi Pad? Вся линейка планшетов, честно сказать, у них так себе. Первый Mi Pad был с крутыми характеристиками. Процессор от Nvidia. Инновационный дизайн, но он дико тормозил. На второй Mi Pad можно было поставить Windows или Android, потому что процессор на архитектуре X86 позволял сделать даже систему с Dual Boot'ом. На планшет существовало даже Remix OS, черт возьми. Но была одна единственная проблема. Он дико тормозил. Третий Mi Pad был прям ничего такой. Но и он тормозил. Ну и наконец, четвертый Mi Pad, вышедший в 2018, был прям очень хороший, приятен. Но опять же, была одна единственная проблема. Он тормозил. Я не знаю, какой из планшетов был наиболее провальным, но, как по мне, лучше их избегать. Кроме iPad'а, планшетов нет. Тем более, что младшие iPad'ы стоят совсем немного дороже, чем Mi Pad'ы. Пусть это и субъективно, но планшеты это провал. И в 2019 Mi Pad они не сделали. Не знаю, прикроют они эту лавочку или нет, но, наверное, Mi Pad'ы просто кто-то сглазил. Окей, если Mi Pad'ы вам кажутся какими-то моими придирками, то посмотрите на односторонний геймпад для Black Shark. Он продавался отдельно, в коробку его не клали. И на старте он стоил около 60 баксов. Затем через две недели подешевел вдвое, и примерно месяца через два и вовсе исчез с продажи. А все знаете почему? Потому что он был односторонним. Сама идея как бы хорошая. Геймпад устанавливался бы на левую сторону смартфона, и помогал бы кнопками вам ходить и прицеливаться, а возюкая по сенсору правой рукой, вы бы быстро вращали камеру и стреляли. В теории это бы сделало мобильный гейминг более динамичным. Но проблема в том, что так это не работает. Нельзя одновременно использовать и геймпад, и сенсорное управление в играх на андроиде. Если вы подключаете геймпад Black Shark к смартфону, то можете только ходить и прицеливаться, но не стрелять. Почему? Потому что второй половинки нет! Компания очень быстро признала свою ошибку, и в следующих ревизиях Black Shark стала класть геймпад уже в коробку. Это уже потом китайцы из Xiaomi пошли к китайцам из Tencent, и договорились, чтобы этот геймпад поддерживал хотя бы одну единственную игру PUBG Mobile. В итоге до сих пор это одна единственная игра, которая поддерживает этот самый геймпад. Гениально! Сделать геймпад для одной игры. Супер! Ну окей, с этим всё понятно, давайте пойдём далее. Xiaomi Redmi Note 4 на MTK. Смотрите, в чём проблема. Сперва был Redmi Note 3, и он был такой, ну норм-телефон. Затем они выпустили легендарный Note 3 Pro, и это был прям прорыв в своё время, и все думали, что линейка продолжит становиться круче с каждой моделью. Но вышел Redmi Note 4 и чуть не потопил всю линейку. Десятиядерный процессор, металлический корпус, IPS-экран, объёмный аккумулятор, что могло пойти не так. Но виной всему стал именно десятиядерный проц Mediatek Helio X20. Он выделял очень много тепла, за счёт чего быстро уходил в троттлинг, заставляя аппарат тормозить. Проц был очень прожорливым. Смартфон не держал заряд вовсе. Краска в чёрной версии смартфона просто облазила. Компания быстро сообразила, что к чему. Попыталась как-то реабилитироваться, выпустив Redmi Note 4X на Snapdragon. Но лучше от этого не стало. Одинаковая цена, одинаковый внешний вид, даже коробки одинаковые. Людям казалось, что они берут смартфон на Snapdragon, но внутри стоял Mediatek. В общем, творилась жесть. Redmi Note 4 один из самых неудачных смартфонов компании. Как в принципе и ещё одна модель. Redmi Pro. Примерно в то же время, что и Note 4 вышел другой провальный смартфон компании. Redmi Pro. Да, вы правильно поняли. Компания помимо Redmi, Redmi Note, Redmi Note Pro, Mi Note и Mi, решила запустить линейку Redmi Pro. Люди покупали Redmi Pro по ошибке, думая, что это аппарат для международного рынка. И правда, он предназначался только для рынка Китая. Но наши ушлые перекупщики возили его в серую. В итоге я не знаю ни одного человека, который был бы доволен покупкой Redmi Pro. Официальных глобальных прошивок на него так до сих пор не повыходило. Хоть по внешнему виду и по сборке он был очень приятным устройством, но сгубило всё отвратительное программное обеспечение. За всё время существования смартфона вышло всего лишь три апдейта. Компания сразу после выхода решила забить на этот аппарат. Redmi Pro 2, к счастью, не вышел. Окей, но это не самое страшное, что случалось со смартфонами Xiaomi. Был ещё Redmi 2A на процессоре Litcore L1860C. Ставь лайк, если впервые сейчас от меня узнал, что был такой процессор. Но ещё круче это аккумулятор на 2200 мАч. Смартфон жил пять часов использования в стандартном режиме, не пять часов экрана. На момент выхода Redmi 2A люди ещё не знали, что Xiaomi будет разделять свои смартфоны на международные и глобальные, так как глобальных прошивок просто не существовало. Но была одна загвоздка. Redmi 2A был аппаратно заточен под работу с сетями только внутри Китая, поэтому все, кто заказал смартфон с Алиэкспресса, откусили свои локти. Не было сервисов Google, не работал 3G. Самое безумное – это ценник. 2A продавался за 130 баксов, что в 2015 году было довольно приличной суммой. Так что объективно именно Redmi 2A можно считать самым худшим смартфоном компании. Ну и, конечно же, говоря про факапы компании, невозможно не вспомнить про анти-роллбэк. Эту инновационную плюшку Xiaomi решила добавить в прошивки своих смартфонов в конце 2017-го. И до последнего времени ARB был большой занозой в заднице Xiaomi-водов. Благо, компания прислушалась к голосу разъяренной толпы, и теперь ARB в новых смартфонах вы уже не встретите, хотя на многих старых моделях она все еще присутствует. В связи с популярностью смартфонов Xiaomi, многие продавцы занимаются тем, что приобретают телефоны в Китае по низким ценам, прошивают их на глобалке и продают у нас по более высокой цене, как глобальные версии. Для борьбы с этим Xiaomi сперва решила заблокировать режим EDL, через который шьются смартфоны на процессорах Qualcomm, а затем внедрила антиоткат ARB, который не позволяет установить прошивку ниже определенной версии. Но внедрение анти-роллбэк было реализовано настолько криво, что владельцы Redmi Note 5 получили обновление по воздуху с вшитым ARB в конце рабочей недели, а оповещение с предупреждением появилось только в начале следующей. В итоге люди, которые поспешили обновиться, а потом попробовали откатить прошивку назад, просто-напросто окирпичили свои смартфоны. Причем до такой степени, что восстановить телефон самостоятельно было уже невозможно. Про ARB мы делали даже отдельное видео, я там жестко бомбил по этому поводу. Можете ткнуть по подсказке и посмотреть. Ставьте лайк, если вам нравится ежедневный декабрь. Уже пятый день подряд я делаю ролики. Как вам? Оформляйте бесплатную подписку, жмите на колокола, покупайте рекламу у нас на КропКИЗ, заходите в наш фирменный магазин stupidmed.store. Все ссылки есть в описании под этим видео. Всем спасибо за внимание. Покеда, пацаны!